Привет! Это дебютный выпуск подкаста «Слушай сюда!». Сегодня у нас в гостях легенда уфимского андеграунда Артур Крин. Наверное, хочется сразу представить немножко нашего гостя. Я думаю, большинство знает, раз слушает этот подкаст, но кто не знает, Артур — это такая своего рода легенда уфимского хип-хопа. Федерального значения. Легенда федерального значения, да. С большим и серьезным послужим списком в виде альбомов, различных коллабораций и крутых сотрудничеств с большими именами. И просто отличный человек из уличной культуры и московской тусовки. Спасибо, спасибо. Иногда приятно со стороны понять, кто я все же. Ну, а ты, кстати, так себя не воспринимаешь? Блин, на самом деле, нет, наверное, не воспринимаю, потому что не люблю зацикливаться на себе самом, и как-то просто пру, как на тоннельное видение, знаешь, и я как бы вообще не оглядываюсь на то, что сделал. Статус легенды я, в принципе, осознаю и с ним согласен, но об этом сам не думаю. Мне просто всегда было интересно, типа, если ты уже много всего сделал, ты вот так вот много лет спустя рефлексируешь на тему того, что ты знаешь для других людей, новых слушателей и так далее. Ну да, для аудитории. На самом деле, наверное, сейчас хочется залететь с такого немножко, опять же, рефлексирующего как будто момента. Брот, я недавно 35 исполнился. Мы на философском таком вайбе, типа, да? Да, и тут такая штука, на самом деле, как мне кажется, ты попал в тот момент жизни, когда хип-хоп переходил как бы из такой, ну, в России именно, да, из маргинальной музыки, достаточно непонятной такой, в более мейнстримную, вот это вот нулевые как раз, когда начали появляться там R&B-шка русская всякая, там, поп-хип-хоп. Ну, но ты как-то остаешься на вот этом как будто булдскульном вайбе, и вообще мне интересно, знаешь, тут два вопроса. Во-первых, почему, да, хип-хоп в целом у тебя? И что такое хип-хоп в Уфе нулевых? Потому что мы понимаем, что такое хип-хоп в Москве нулевых, а вот что такое хип-хоп в Уфе нулевых, я не очень понимаю. Так, давай по порядку, что там первое было, какое-то, с чего начинять можно? Вчера, просто сегодня суббота, вчера была пятница, и было 10 лет до Up Nights, у меня нет голоса, и я плохо запоминаю вопрос. У нас, да, у нас Hangover Wipes. Да. Первый вопрос, это почему вообще хип-хоп, и как так получилось, что жизнь тебя с ним связала? Вообще мне повезло, наверное, потому что у меня папа меломан, и он из Германии привозил очень много музла, в том числе кассеты, видеокассеты Vivo. Такой канал польский, по-моему, или немецкий даже. На этой Vivo, на этих видеокассетах было клипов много, и плюс он музла компакт-диски привозил, винилы. И у меня всегда был выбор, и как-то мне очень понравился хип-хоп сразу своей экспрессивностью и сочетанием агрессии с какими-то вот отсылками к прошлому, сэмплами, и мне это все таким волшебным казалось, необычным. И, в принципе, для меня вопрос никогда не стоял, у меня были ли заигрывания с какими-то брейкбитами, продиджи и так далее, но быстро это все прошло, и я быстро переключился на хоп-рэп. Никакой особенной истории нету за тем, что я начал слушать хип-хоп, наверное, как у всех. А следующий вопрос, какой был хоп-нулевый хуфе? Да, что это представляло? То есть, мы понимаем, что не было же такой движухи, как в Москве, попсовой, скажем так, она была более андеграундная. Ты говорил, что привозились кассеты, компакт-диски и так далее, но он же привозил не только хип-хоп, он привозил все, и тебя спелами на хип-хоп, и, ну, я так понимаю, что вокруг этого какая-то там у вас тусовка должна была образовываться, не знаю, твои друзья, которые тоже слушали хип-хоп и так далее. На самом деле, да, ты мне помог вспомнить сейчас. Тусовка действительно была, но она была такая довольно изолированная, не потому что нас было мало, а потому что мы сами так хотели. Рэперов было много вообще всегда, и мы сейчас плавно перетечем из одного ответа в другой. Она была изолирована специально, потому что хип-хоп в Уфе нулевых был гоп-хоп, ну, а мы как бы сразу слушали что-то крутое, как нам казалось, да и, в принципе, это был первый источник, поэтому это было крутое. И нам не хотелось заниматься кровосмешением, и, ну, мы таки довольно были для своих лет, наверное, высокомерные ребята. Я тусовался с Би-Боями, была команда Jet Force Crew, она и сейчас есть, но уже в другом виде, формате. Вот, и мы как бы были модниками, и не хотели ни с кем тусоваться, кроме сами с собой, и, в принципе, таким образом мы поддерживали чистоту рядов. А, ну, то есть, типа, уже тогда было противопоставление, что, типа, есть вот такой гоп-хоп, как ты сказал, а есть, типа, вот... Да, причем довольно агрессивно все это проходило, не избегали их, а, ну, прям, показывали своим видом, и... То есть, были какие-то совместные мероприятия, тусовки, где, ну, чувствовалась враждебность какая-то взаимная. Офигеть. Да. У меня так сложилось просто в моем детстве, что люди, которые меня подсадили на хип-хоп-музыку, они угорали по Детройту, типа Джей Дилли, и вот всей музыке, которая вокруг. И у меня тоже, вот, в этой тусовке моих тогдашних друзей, было такое высокомерие, ну, легкое, ну, типа, какое-то, что, типа, это вот интеллигент какой-то осознанный, типа, хип-хоп сложенный какой-то. Ну, просто забавно, что это такая повторяющаяся история. Хотя, ну, то есть, противопоставление было не с каким-то русскоязычным, да, гоп-хопом, а с каким-то, типа, другим хип-хопом. И, ну, это странно и интересно. Ну, это снабизм, да, своего рода. Это снабизм, да, я тоже сижу об этом, думаю. Слушай, немножко про диджейнг, наверное, вопрос вообще, потому что мне кажется, что твой путь, он в целом, как будто бы, если я не прав, начинался с диджейнга. Нет, все так, все прав, ты. И вот мне интересно, как, опять же, да, в Москве, как будто бы не было в тот момент хороших таких хип-хоп-тусовок, все крутилось вокруг всяких дягилевых, айронбишных, и вот такой движухи. Но я так понимаю, что в Уфе у вас была какая-то своя история с виниловыми правильными сетами, там, и с интересной музыкой. На самом деле, такой хороший, мне кажется, в Уфе какой-то счастливый случай случился. Случился случай. И волшебство заключается, счастье его заключается в том, что, во-первых, опять-таки, в моем конкретном случае это было, ну, с папиной подачей, потому что у нас дома вертаки всегда ставили, была куча винила, и причем он брал всякие разные винилы, был хаос и рэп, и все, и то есть он живо интересовался всем. То есть для меня это было easiest thing to do, как говорится. Просто взять, встать за вертушки и начать крутить пластинки, то есть я, ну, мне не пришлось их покупать или, там, мечтать о них. То есть я просто использовал такую возможность. А помимо меня у нас еще было два диджея Абу и Дим, которые старше меня, респект им тоже, если они меня слышат, которые, Абу, он ездил во Францию, учился, по-моему, там, а Дим в Москве учился и, как бы, жил. И они привозили всегда кучу материала, и был такой хороший задел, хорошего материала, хорошего диджеинга, культура, там, даже баттлового диджеинга какая-то у нас была. Ну, опять-таки, я не думаю, что многие периферийные города могут похвастаться такими. Ну, где-то есть что-то, я уверен, чего нет в Уфе или еще где-то, но вот в Уфе у нас были рэп-диджеи, и всегда, как бы, культура и уровень поддерживался. Ну, то есть довольно, была конкурентная довольно среда, и за счет этой конкурентной среды оттачивались диджеи. Ну, это вообще интересно, и, да, срочно, что я перебиваю тебя. Это реально феномен, в чем вот феномен? Ну, фы, он... То есть нет никакого, как будто бы, рационального объяснения. Ну, вот ты говоришь, что была конкурентная среда, но когда ты начаешь думать, то окей, ну а почему там конкурентная среда? Почему вообще так много рэпа, но... Ну, да, и вот, ну, типа, сейчас уже совсем стало очевидно, что такая рэп-столиция. Я на самом деле думал много об этом, для себя пытался это объяснить, но сам ни к чему не пришел. Но у меня есть несколько гипотез. Одна это то, что Уфа, она как-то всегда... Да, ну, то есть это Южный Урал, да, это середина России, там, она находится рядом со всеми почти, с большинством крупных известных городов, там, Казань, Екат, рядом, Челябе, Магнитка. Но вот, допустим, в прогнозе погоды Уфа не показывали почти никогда. И мне всегда было это обидно в детстве. Я думал, блин, ну, то есть, то есть, вот это местечковое место, ну, такое, а что про нас забыли, а мы сейчас тут всем вам покажем тогда. И, собственно, и вот это оно как-то чувствуется, наверное, среди уфимских ребят, что да мы сами сейчас все сделаем, и, короче, вот сейчас вы все увидите. И это касается и граффити-культуры, которая тоже очень мощно развита на российском уровне, я имею в виду на федеральном уровне, если сравнивать. И рэп, и диджеинг, и бибоинг, ну, как-то мы... Какая уязвленность, что ли, некая была. И мы, собственно, этой уязвленностью питались, наверное, и делали круто. Это одна гипотеза. Вторая гипотеза то, что очень много меломанов в Уфе исторически. Даже, ну, как бы, если взять какие-то башкирские коллективы старые, есть такая группа «Дустар», «Дружба» или «Друзья» переводится. И, да, «Дружба», по-моему, или «Друзья». В общем, она известна среди коллекторов винила, коллекционеров винила, тем, что это крутой очень фанк, но, как бы, с таким башкирским немножечко флёром. Но это фанк, как бы, такой крутой, моднейший фанк, и их всего... у них есть всего три альбома. Я сейчас поймёте, к чему я веду. У них есть три альбома, и два из них можно найти, а третий стоит, там, бешеных денег. Ну, и как бы... и его почти что нельзя найти. И вот... и таких примеров очень много, начиная, там, с 70-х, да, я, по-моему, эта группа активно была в 70-е, 80-е, всегда было много андеграундной музыки в Уфе, и раньше, и сейчас, и много, и много коллективов, я имею в виду. Мне кажется, это какая-то вот штука, которая в ДНК заложена в Уфинском или Башкирском, не знаю, и это просто данность, и она распространяется не только на рэп, а вообще на музыку, и вообще на искусство, потому что есть много художников, есть много граффитчиков, есть много композиторов, у нас очень театр сильно развит, опера развита, то есть вообще, в принципе, благородные искусства, все виды искусств, они ярко представлены очень в Уфе, и я думаю, что рэп это просто часть этой большой системы. Вообще круто, на самом деле, интересно звучит, с точки зрения, то есть я не погружен в виду настолько в фильмскую в целом культуру, для меня она только в музыке, граффити выражается, потому что я тоже знаю, что там сильная школа очень, но вот про театр там и вообще про вот эту историю с фанковой группой, это, конечно, интересная штука. Да, то есть это более глобальный взгляд на такой феномен, да, который для всей России только выделяется нашей рэп-музыкой, да, еще там парочка персонажей помимо рэпа, ну и там, конечно, Шевчук и все такое, нельзя тоже, Земфира нельзя обходить их стороной. Я думаю, что вот упомянув Шевчука и Земфиру, можно как-то более глобально взглянуть на этот феномен, а еще если туда присыпать театр и все остальное, и граффити, и художников, и все что угодно, то тогда станет чуть понятней, почему так получилось. Да, это получается прям такой мощный культурный сэндвич, классный, вкусный. Слушай, ну, круто, про фу, в принципе, понятно, и хочется, наверное, немножко страницу перелеснуть и открыть не менее интересную страницу в твоей жизни. Ты достаточно долго жил в США, в принципе, по тебе видно, и видно там, слышно по твоей музыке, и по твоему лайфстайлу какому-то, который ты транслируешь как-то, да, где-то там в соцсетях и в жизни, в принципе, в целом, что ты очень сильно в эту культуру интегрировался. И я, наверное, хочу главный вопрос задать. Вообще, насколько велика и какова разница между хип-хоп-культурой в России и в США? Я действительно интегрировался не только в хип-хоп, я в американский лайфстайл интегрировался. Как бы пиджачок на меня этот нормально сел. Но сделал я это, конечно, начал я это все с хип-хопа и сделал до того, как в Штаты переехал первый раз. И мне как-то оно все подошло так, у меня даже вопросов не было, почему так получилось. Конечно, все началось с рэпа и, ну, с американского конкретно рэпа. Потому что я так особо никогда ничего другого и не слушал, да, и специально это делал. То есть русский рэп мне намного позже начал заходить. Там, наверное, когда Каста начала писать интересные альбомы, для меня интересные. Вот тогда я взглянул на русский рэп. Но интеграция в американский лайфстайл началась именно с рэпа, когда я начал переводить текста, понимать, что они говорят. Мне это начало нравиться. И я рефлексировал на эту тему. А потом я переехал в Америку. Приехал в Америку первый раз. Мне было 20, по-моему, или 19 лет. Это, конечно, был травматический опыт с точки зрения, что я ничего там и никого не знал, и ничего не знал. Но спустя время я ассимилировался, интегрировался, начал общаться с локальными людьми, кто там вырос и жил, живет. К чему я все это? Какой вопрос был? Подождите, я как раз нас дальше чуть-чуть выдвинул. Одна из вещей, про которую мы с тобой хотели поговорить, и очень хотели узнать твое мнение, она просто в тему сейчас будет, мне кажется. Это то, вот ты, отвечая на вопрос, сказал, что, типа, вот я начал слушать русскоязычный или русский хип-хоп. Когда появился там альбом каста и появились альбомы, которые мне были интересны, я часто спорю и обсуждаю с моими друзьями, которые слушают хип-хоп, вот часто возникает вопрос о том, насколько хип-хоп на русском языке или русский хип-хоп, тут, кстати, терминологический вопрос интересный тоже есть, да, он является самостоятельной культурой, или был ли он когда-то самостоятельной культурой, или является ли это просто история про то, что мы переводим многие годы, да, то, что было придумано в другом месте, да, и в другое время. Или все-таки у нас есть какие-то свои смыслы, свой саунд, может быть, даже, да, и так далее. Ну, вообще, изначально это, конечно, калька, полная калька американского рэпа, американских, американской идеологии рэпа, которая со временем начала видоизменяться, трансформироваться благодаря каким-то самобытным персонажам, типа меня. На сегодняшний день, мне кажется, это еще сильнее калька, чем она когда-либо была, вот, но если говорить про мейнстрим, ну, я, в принципе, хейтер и пенсионер в этом плане, ну, в плане рассуждения на тему русского рэпа, я в него так особо сильно никогда не верил, хотя он ярко отлично представлен, но это только мой личный какой-то страгл, да, и там, понимание вещей, и это не значит, что я не слушаю там русский рэп, да, или мне все не нравятся, но, отвечая на твой вопрос, это, конечно же, ну, пародия с русскими, ну, конечно же, пародия не полностью, но, потому что ты же не можешь читать в русском рэпе про американскую жизнь, да, то есть это не полностью пародия, не полностью калька, она просто будет нерелевантной, неинтересной никому. Это пародия по форме, но по содержанию это, конечно, уже что-то своеобразное, самобытное и русское другое. Вот, мне кажется, ты очень интересно развел как раз форму содержания, я в том числе вот хотел про это поговорить и спросить, потому что вот, я, например, когда слушаю рэп на французском языке, мне иногда начинает казаться, что есть как будто не только рэп на французском языке, как на языке, а типа какой-то продакшн французский, я такой, блин, вот как будто они сэмплируют как-то по-другому, или просто они сэмплируют музыку другую, может быть, свою, в этом прикол, вот, но потом начать задумываться и типа, ну, попытаться как-то рационализировать это, я думаю, ну, нет, блин, это на самом деле все уже было придумано тоже, и мне кажется, вот, ну и то же самое можно сказать про хип-хоп на немецком языке, наверное. Да, вообще-то ближайшее. Это просто две, это две страны, в которых хип-хоп-индустрия очень ярко представлена, развита, ну, то есть даже на мировом уровне, я вот себя в детстве помню, я интересовался не только американским рэпом, но еще и французским и немецким в том числе, хотя немецкий рэп вообще им тяжело слушать, мне тяжело он заходит из-за языка, а французский прям очень нравится, потому что мелодичный. Ну, UK, это, я думаю, отдельная история, там как такового рэпа нету для меня, а который есть, он очень скучный. Там дрилл и все, гердж и... Грайм. Грайм, да. Вообще, вот, кстати говоря, если говорить о UK, вот мне кажется, что это очень абсолютно абстрагированная от всего, короче, школа, потому что она максимально локальная, она со своим там сленгом, со своим акцентом условным, да. Да, и саундом, ну, типа, тут как будто спора нет, да? Слушай, я как-то пару лет назад, по-моему, в 2019-м читал твое интервью для MD Book, кстати, большой, если вдруг кто-то услышит, респект этому человеку и команде, которая делает это все, потому что, конечно, DIY-журналы в современном мире, это вообще... Да, Саня, большой привет. И ты там рассказывал как раз про вообще свою жизнь в Штатах, там был такой интересный кусок, и была забавная история про то, как ты шел, вот, я не помню ее в подробностях, но, в общем, ты шел то ли на работу, то ли на какие-то занятия, и ты был весь в синем, по-моему, да? Мимо ехали какие-то челики на великах, типа, с красных банданах и... Медведи на велосипеде, да. Да, и что-то, какой-то там произошел, в общем, движ, можешь? Но движа не было никакого, просто это не блац и крипс истории, если кто-то подумал, это история про Нортениус и Сурениус, это такой аналог латино-испаноговорящих банд, и переводится дословно как северные и южные, вот, и, собственно, в той части, где я живу в Штатах, это Сан-Хузе, Сан-Франциско, Беэрия, там больше представлены Норта, и они носят красное. А я как бы, это были мои первые дни в Америке, я просто, ну, как бы, они подъехали, посмотрели на меня, уехали куда-то, наверное, за кем-то, чтобы рассказать, что там ходит синий чудик какой-то. Вот, но я успел в автобус запрыгнуть, поэтому ничего особенного. В принципе, потом, через много лет, когда я уже, как я до этого говорил, ассимилировался, подружился с локалами, я как бы даже узнал кое-каких ребят из этих банд и даже с кем-то подружился, потому что, ну, не так страшно, черт, как его молют, на самом деле, потому что, ну, вот, допустим, здесь у нас в Рашке, да, ты как бы на районе двигаешься с пацанами, и, в принципе, вот ты уже и в банде, и ничего для этого особенного делать не нужно, и когда ты этим занимаешься, ничего особенного тоже не происходит, это просто какое-то название очередное для, просто для... Для групп людей. Для групп людей, да. Ну, то есть, по факту, они просто мопчики свои, которыми они тасуются, решили так выделять из-за этого. Да, но есть, конечно, крайности разные, просто среди них тоже разные представители, есть психи, есть вполне себе цивилизованные ребята, просто так вышло, что территориально им, возможно, там, безопаснее быть в банде, чем не быть в банде. I'm a copy 55th street. Слушай, а когда они узнали, что ты из России, тебя это как-то, типа, ну, дистанцировало от всей этой проблематики их, или наоборот? Ну, на самом деле, это всегда таким, наверное, вспомогательным фактором было, чтобы, ну, некой бронёй, так скажем, и бронёй от предвзятости, в том числе, что я бы там не белый дьявол, да, там, белый человек, как они называют, белый дьявол, и со мной можно, как бы, нормально разговаривать. И, ну, такой изюминкой было, потому что, ну, есть, конечно, вот это заезженное банальное представление о том, кто такой русский, да, у американцев, что это, там, кожанка, автомат, и бани и татуировки, как бы, синие, хотя у меня синие татуировки, я в бане хожу. И кожан у тебя вроде есть. И кожан у меня есть, да. Да, но, как бы... Но не только это. Ну, да, но так, ну, очень карикатурное, да, как будто бы даже восприятие вообще русскости, русизма, русских людей. В общем, я за своего сканал очень быстро, как бы, там, то есть, порой даже, когда я уже начал бегло разговаривать на английском, да, с ними, какие-то вещи я говорю все равно с акцентом, они такие, блин, так это генгстер звучит, говорит, когда ты это говоришь. У тебя достаточно долгий опыт там в жизни был, да, типа лет пять, по-моему, или даже больше? Нет, больше. Если, ну, то есть, я ездил набегами туда, это были краткосрочные иногда, иногда долгосрочные, если, если в общем, ну, все в кубе посчитать, сколько получилось, я думаю, лет десять я провел там восемь, восемь-десять, и сейчас поеду опять. Слушай, ну, ты в какой-то момент же вернулся в Москву, достаточно долго жил здесь, и, как бы, продолжаешь жить все равно, и слился очень быстро, на самом деле, как бы, да, и внедрился с московской тусовкой, в том числе, это показатель этого был, наверное, твой альбом «Интрига», с ковшами. Интересно, наверное, немножко услышать от тебя вообще, насколько для тебя вся эта движуха в Москве, да, такая около-андеграундная, уличная, насколько она... Мне кажется, мы обсуждаем, на самом деле, тот же самый вопрос, просто, типа, на другом временном периоде твоей жизни, что вот у тебя был американский опыт, потом ты вернулся оттуда в Штаты, потом из Штатов в Россию, и вот с этим новым американским опытом, как ты смотрел тогда на хип-хоп русский? Как-то что-то изменилось вообще? Я, на самом деле, взял бы глобальный, не в привязке к хип-хопу, а, наверное, больше вот как к уличной культуре, да, которая для меня является неким предметом изучения, в котором я себя, там, чувствую максимально компетентным человеком, и, там, для меня это, там, в каком-то смысле журнализм, только я не пишу и не репортирую никуда, и я тут недавно смотрел подкаст, видеоподкаст, ноу-джаппер называется, и там в гостях был чувак Теннари Джейк, он занимается тем, что тоже у него есть на ютюбе свой канал, и он рассказывает про конфликты различных банд, каких-то рэперов, кто кого зарезал, кто кого пристрелил, кто там настучал на кого, и делает он это довольно профессионально, так скажем, то есть он сам сидел долго, и вот он такую фразу кинул, и она меня так заставила задуматься, а фраза звучала так, он сказал, что, ну, его спрашивают чувак, почему вот ты, почему такой лайфстайл у тебя очень опасный, ну, в прошлом, как минимум, и он сказал, I'm attracted by madness, типа, его ну, влечет вот к этому вот, всему madness, так называемому, да, потому что понятно, что хип-хоп, понятно, что граффити, но у этого есть еще такая очень нескрываемая криминальная романтика, которая мне близка, несмотря на то, что я там максимально функциональный, эффективный еще там и офисный работник, да, в том числе, и как бы полноценный член общества, то есть не маргинальный, но мне вот как бы щекочет нервишки вот это все, и мне, ну, нужна вот эта тусовка, мне нужен этот лайфстайл, мне нужна эта уличная какая-то романтика. Вот возвращаясь к тому, что ты сказал, что ты офисный работник, мы хотели тебя спросить про то, как твоя карьера, да, и работа, повлияет ли она на твои музыкальные вкусы, ну, то есть, типа, ты как человек, который, насколько я знаю и мне известно в этом бизнесе, да, и понимает хорошо про этот бизнес, влияет ли это на то, что ты слушаешь, например, да, или на, не знаю, на твои личные предпочтения как человек? Нет, мне кажется, не влияет, несмотря на то, что я работаю в музыкальной индустрии, и музыка – это моя работа, да, и хобби одновременно, но когда это касается хобби, у меня там все забетонировано, ну, моими личными предпочтениями, и я не пускаю туда никого и ничего, ну, как бы, ключ только у меня одного. А на работе, соответственно, наоборот, ты приключаешься, ты такой, типа, я профессионал, мне, типа, ну, типа, я не оцениваю это. Да. Окей. Ну, мне кажется, это самый рациональный подход в этом вопросе, потому что это… Ну, чтобы деформации не случилось никакой. Да, 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 ты заходишь там, ты только порог офиса пересекаешь, ты, короче, это свой багаж интеллигентный весь, оставляешь там за дверью, потому что… Я, я, я юрист, я это очень хорошо понимаю, эту проблему. У нас есть несколько вопросов, которые, мне кажется, являются логичным продолжением этого. Они связаны с тем, что ты работаешь в музыкальной индустрии. Ты тоже сам уже сказал, мы бы спросили тебя, но ты сам уже сказал, что сейчас хип-хоп на… в России, он еще больше калька, чем какое-то время назад. Вот. И мы хотели поговорить в том числе про то, что кажется… Возможно, кто-то поспорил бы с этим, но кажется, хип-хоп мейнстримный. Я говорю про то, что в чартах звучит. Он упрощается как будто бы в последние годы. То есть, да, как будто у нас строчки становятся… То есть, если раньше был такой подход, что чем интереснее, тем круче, чем что-то придумать сложнее… Сложную конструкцию какую-то, да, технически даже. И звучание само, да, то есть касательно продакшена там и наполнения текстового какого-то, да, смыслового. То сейчас чем проще, чем смешнее и чем понятнее… Причем как в текстовой точке зрения, так и в продакшене. Да, да, вот я про это говорю. И это длится уже довольно долго. И кажется, иногда сейчас, когда я слушаю то, что в чартах… Кажется, что это каких-то экстремумов уже достигает, если честно, иногда. Ну, то есть, иногда я слушаю, ну, насколько за автотюнили голос, я все понимаю, в чем прикол там, типа, ну, типа, никакого снобизма. Но иногда они прям смешно автотюнят. Реально, я прям слушаю, блин, я не могу, я совсем уже не гангстоза вообще, типа. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, о чем ты говоришь, да, и я уже сейчас, у меня уже все готово. Хорошо, короче, вопрос, что будет, да, с хип-хопом? То есть, этот тренд, он продолжится, и если он продолжится, то что мы будем слушать через 10 лет? Или там, не знаю, ли хип-хоп, может быть, вот такой исчезнет, а останется только сложный какой-то там жанровый? Да, с хип-хопом будет то же самое, что с ним всегда происходило. Он будет меняться и будет, как, например, хороший пример, это дрилл, это тоже хип-хоп. Хороший пример, это детройтский рэп, вот этот новый, да, который раньше ассоциировался с Джей Дилл, а теперь с О'Джи Буддой. Как смешно. Срежа, это просто интересно, типа, когда люди такие говорят, там, мне, да я слушаю детройт рэп, и я такой, первое время, я помню, я такой, какой детройт рэп? Типа, я такой, ну, чего? А потом, да это там, рио, типа. Да, да. Вот, но смотри, меня, короче, вообще никак не коробит вот та форма рэпа, которая, ну, стопудово комична, да, и карикатурна, ну, для тех, кто, для ветеранов, так скажем. Потому что это обобщение. Потому что хип-хоп, он не одноликий, а он разный. И хип-хоп, тот, который сидит в чартах, это мейнстрим хип-хоп, и пусть они там хоть материться можно? Абсолютно. Коне х***ются. Это то, что, это жвачка, которая нужна массам, которую надо им жевать все время, выплевывать, новую засовывать. И жвачки, у жвачки много разных вкусов и цветов. Поэтому, ну, это бизнес, так же, как и в поп-музыке, так же, наверное, есть в кантри такие же очень нелепые представители. Вот. А есть андеграунд, на который надо там молиться, да, и там на него обращать внимание. Собственно, он, андеграунд, тоже разный бывает. И бывает и трэп, и хоп, и все что угодно, и сэмплированное музло. И там тоже есть абсолютно полные чучело. Поэтому я абсолютно, ну, вообще не рефлексирую на эту тему, что, ой, испортили рэп нам, козлы. Просто это вот так много всего, что объять, ну, объять это, ну, я не вижу в этом смысла, а тем более тормозиться на этом. Я вот как-то придерживаюсь каких-то своих, своего понимания, да, что круто, а что говно. Ну, и... Вот, понятно, что делать прогнозы — это неблагодарное дело, но если бы ты мог предположить, как будет звучать мейнстримный чартовый хип-хоп, понимаешь, что андеграунд, он разный, наверное, будет завсегда. Вот там, типа, через пять лет ты бы, скорее, что предположил? То есть это будет еще больше упрощения, еще больше, типа, какой-то такой... Даже не знаю, как это сформулировать. Если взять, там, последние пять лет, да, до сегодняшнего дня, то тенденция на ускорение идет. Если бы вы заметили, рэп стал быстрее намного, рэп стал танцевальным. Причем быстрее даже хаоса, там, ну, 160, 170, 180 ударов. Это пи*** же. Вот. Реально. Вот. Меня это не напрягает, мне многое нравится из этого. Если говорить про будущее, я думаю, что, ну, или все будет сильно электризоваться, или электрифицироваться, в плане синтов, в плане, наверное, гармонии каких-то новых, да, будет более экспериментальный звук, будет это все быстро звучать, будет много, много эффектов, много софта, меньше человека в музыке будет. Мне кажется, у меня тут две мысли сразу было. Первое, это, если говорить про чартовый хип-хоп, я тут себя недавно на мысли поймал, что мне что-то даже нравится. Я вот послушал альбом 163-го, и мне прям залетело несколько треков. То есть это биг-тесты, как бы, да, в мире? Я тоже залетел, но я объясню, почему 163-й прикольный, потому что он с русским языком умеет работать, в первую очередь. Ну, мне кажется, в этом его секретик маленький. И то же самое касается Уджи Будды, потому что, ну, это чувство юмора хорошее, адекватное. И самоирония, и, конечно, ухо хорошее. То есть они знают, что копируют, знают, как это копировать, и, как бы, вопросов тут нет. Ну, все мы что-то копируем, на что-то ориентируемся. Они делают это лучше других. Да, сто процентов. И вторая моя мысль. Мне кажется, что к нам бум-баб в каком-то новом виде пробирается очень сильно и становится, может, пробраться. Ну, и Гризелда в целом, и куча каких-то повторителей есть, и русский хип-хоп начинает наполняться как будто бы этим звучанием, и достаточно интересно. Мы с тобой недавно обсуждали, что какой-то альбом вышел, где мы прям с тобой такие, блин. Это у Big Baby Tape со Словецким вышел трек. А, да, наверное. Достаточно давно. Но он мне не очень понравился. Он очень сильно... Он очень сильно скопировал. Он очень сильно скопировал. Да. То есть нет нотки никакой своей. Да, даже какие-то тональные, голосовые истории, тейп копирует сильно. Привет, тейп. Не обвязайся. Крутой получился наш разговор. И, наверное, нужно перейти к главной, основной части. В нашем подкасте задаем нашим гостям несколько вопросов, на которые они должны ответить треком. И... А комментарий можно маленький будет дать? Да, конечно. Да, это приветствуется. И мы задали тебе четыре вопроса, и ты, соответственно, приготовил нам четыре трека. И первый вопрос — это главный для тебя хип-хоп трек, с которого ты понял, что это твой жанр. Я думаю, что мы сейчас его включим, послушаем немножко, а потом поговорим об этом. Да, и давай сразу объясню, почему он... Почему эта песня? Потому что она бескомпромиссная. Это как бы Гризелда до Гризелды, но было бы, наверное, кощунством с моей стороны назвать вутанг Гризелды, потому что вутанг — это свой собственный... Это... Гризелда — это вутанг. Да, да. Вот, поэтому... Ну и как бы грезюка, какой-то нерв, надрыв чувствуется в этой песне. Она сразу... Я прям, как я услышал, у меня слом шаблонов произошел, сдвиг плит тектонических внутренних каких-то. И я понял, что больше ничего круче этого не может быть, в принципе. И до сих пор я так думаю. Да, мне кажется, это рифмуется тем, что мы обсуждали там про то, как саунд сам меняется, и, блин, он же абсолютно как сумасшедший читает. Ну, в смысле, не это... Ну, в самом оригинальном смысле слова «сумасшедший». Ну, в принципе, он сумасшедший. Да, да, да. Олдб, да, это в целом вообще очень такой, конечно, персонаж одиозный, очень сильно резонирующий во мне тоже. И особенно его вот этот подход, где он переходит на такое пение, типа crazy. Ну, как говорят, что самые грустные люди — это клоуны. Как бы он в то же время очень трагичный персонаж. Да, это факт. Поэтому, каким бы он веселым ни был, как бы, что бы он там не нес, жизнь у тебя довольно тяжело сложилась. Наверное, мы придем к еще одному вопросу. Это трек, описывающий твой период жизни в Штатах. И тут ты предложил два. И все-таки нужно выбрать какой-то один. Подожди, дай подгляну в шпаргалку. Блин. Сложный, да, сложный. А можно мы один поставим, а другой я скажу, чтобы послушали сами? Конечно, конечно. Ну, давай тогда, Мак, лучше. В общем, это Мак, лучше. Песня называется «Кали Лайф», что, в принципе, очень отвечает на твой вопрос. Да, достаточно прямо. Да, почему эта песня? Ну, вообще, надо посмотреть клип этот. Ну, то есть, там все классически. Забитый чел в татухах, лоурайдеры, девчонки с попками, все как надо, как бы велики. «Кали Лайф», короче. Да, «Кали Лайф» полный, да. Ну, а трек, он на меня терапевтический эффект очень оказывает, и я там часто его с открытой форточкой как бы навалил. Вот. А второй трек, про который мы не поставили, но его обязательно надо послушать, это «L'N' Диэн Дракс», «Лондон Дракс», проект двух чуваков в «Джей Ворсе» и еще одного чувака, битмейкера, не помню, как его зовут. Шэн. 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 Вот, и песня называется «Гэнгст и пари». Это, в принципе, классический сэмпл, буги сэмпл, по-моему. Тоже послушайте, там полный «Кали Лайф», очередной, только по-другому немножко. Слушай, мне кажется, что «Лондон Дракс» и в целом «Джей Ворсе» это вообще полный «Кали Лайф» в его музоне, хотя он как бы из Канады, насколько мне известно. Он с канадскими корнями, да, его сам похож на Армянина вообще. Да, да, есть такой. А еще у него, его сестра это Граймс, которая жена Элона Маска. Жена Элона Маска, да. Да, послушайте вообще «Джей Ворсе», тоже это такой... Причем он еще «Пайру Блад», как бы такой на пэшках, на полных. И интересный персонаж очень. Бро, какой трек ты чаще всего переслушиваешь? И мы знаем, что мы знаем, пускай все тоже узнают. Да, давай я немножко подраскрой, почему трек этот и вообще надо сказать пару слов про альбом, про это тоже. Ну, во-первых, здесь тоже такой надрыв чувствуется, очень эмоционально окрашена сильно песня. Но надо сказать, наверное, отдельно несколько слов про альбом. Это Extinction Level Event, альбом «Баст Раймс» 98-го года. И я считаю, что это один из лучших альбомов вообще в рэпе, в истории рэпа. Лучший альбом в истории рэпа по версии Крим – это... Для меня это в топ-5 в легкую взлетает. И вообще я как бы сторонник и поклонник слушать музыку альбомами, как чем-то целым, а не просто сборник песен. И вот это очень-очень отличный пример того, как надо писать альбомы. Насколько он насыщенный, насколько он разносторонний, и в то же время как это все органично вместе звучит. Всем рекомендую. И я себе пометку сделал, что я думал, какую песню еще поставить, которую я все время возвращаюсь. И мне пришел на ум альбом, опять-таки, целый Коммана, Like War of Chocolate. Там тоже очень... Там секрет того, что половину альбома Джей Дилл спродюсировал. Он очень интересный с точки зрения звучания альбома Коммана. Мне очень нравится оттуда трек «Жилл Скотт». У них есть. Я прям вообще очень люблю этот трек. А мы можем позволить себе шаг в сторону? Ты просто сказал очень крутую вещь про то, что ты за то, чтобы слушать музыку альбомами. И как ты думаешь, эта культура у людей, она вообще останется в связи с развитием Spotify, стриминга и так далее? Где у тебя юзер-экспириенс такой, да? Что тебе проще нажать радио и начать слушать на шафле. Ну, то есть, как будто тебе нужно, если ты не замороченный чувак, тебе проще как пользователю всегда нажать просто на кнопку и начать слушать треки все подряд. То есть, тебе нужно как будто приложить какое-то усилие, подумать головой, что такой, а, я хочу, я типа исследую это, поэтому мне надо открыть альбом и пойти прям. Не знаю, о чем ты говоришь, потому что не пользуюсь этим. Ну, на самом деле, наверное, возможно, это часть экспириенса, и если он есть, значит, кому-то это удобно. Но мне это неудобно, и я слушаю как бы альбом. Либо же я собираю сам в свои плейлисты все, но это уже другая тема. Простят меня все филологи. Крайний вопрос. Очень хотелось услышать твой любимый инструментал, и, в принципе, я вообще не удивлен твоим выбором. Что ты так подвел? Не, ну потому что не удивлен. Это Мук, да? Да, Слам Виллэдж. А, да, Мук. Да, это Слам Виллэдж, S-O-U-L, называется трек. Как бы есть трек на эту песню. Насколько я помню, это не Джей Дила. Это Карим Риггинс. Да, это Карим Риггинс. То есть, почему я выбрал этот инструментал? Потому что я, наверное, хотел сделать реверанс в сторону Детройта, именно того Детройта, о котором мы с вами думаем. Да, и потому что он большую часть становления моих личных вкусов, предпочтений сыграл роль большую. И Карим Риггинс, и Джей Дила, и Black Milk, и Вааджит, и все это, все это вот для меня большая, очень голова в моей жизни. Слам Виллэдж, потому что альбомы Фантастика, Уладин и Волл-2, я бы, наверное, тоже в топ-5 засунул. Ну, в топ-10, потому что топ-5 кончается уже скоро. Большое очень наследие Джей Дилы в целом. Да, да не знаю, но это вообще бесконечная тема. Можно бесконечно говорить о том, что... Не знаю, у меня в какой-то момент в жизни было такое ощущение, что, типа, все, видимо, в моем пузыре общения, помешались на Джей Диле, и мне казалось, что это как будто немножко фейковая стала история, с одной стороны. Но с другой стороны, типа, и когда ты начинаешь задумываться о том, как он повлиял на саунд, ну, в принципе, музыки, на самом деле, ну, ты понимаешь, что он как будто бы наоборот даже до сих пор недооцененная какая-то фигура с точки зрения того, ну, продакшена, в принципе, музыки, то есть даже не обязательно хип-хопа. Ну, вот я как бы всегда кичился над этим своим пониманием Джей Дилы, потому что я Джей Дилу намного раньше начал слушать и осознанно слушать Джей Дилу, искать его как наркоман. И потом, когда он стал популярен, ну, в таких вендеграундных кругах, это был альбом Донатс, наверное, то есть вообще супер после того, как он уже сделал там большую часть своего каталога. Да, да, вот эти футболки, типа, Джей Дилу changed my life. Да, да. Джей Дилу changed my life before he changed your life. Да, вообще интересно, что там страница-то его перелеснулась и открылась как бы его заслуг творческих еще там с Trap Cold Quest. Да, кстати, вот я студел тоже, что ты молодец, что, ну, как бы, он очень сильно повлиял вообще на звучание группы Trap Cold Quest, и не только Trap Cold Quest, Farsight. То есть, ну, есть люди, фанаты этой группы, они на самом деле должны быть фанатами Джей Дилы. Да, да, 100% в основном. То есть, я не хочу обесценить она, ну, как бы, таланты, да, там, возможности умения группы какой-то отдельной, но многим эти группы обязаны именно Джей Диле. Поскольку мы подходим к концу, да, насколько я понимаю, я вот сейчас в конце задумался, насколько Detroit, интересно, похож на Уфу. Типа. Такой же раздолбанный. Да, да, кстати, да, а может быть, кто знает это и стало, ну, детерминировало, типа, ну, развитие музыки. Есть же такая точка зрения, я часто слушаю, когда там, типа, по истории музыки интересуешься, очень часто звучит такое, типа, мнение, что, вот, типа, если это какой-то немного депрессивный, да, регион, это часто стимулирует просто больше творчества, потому что люди начинают этим... Уфа разная, пипец какая разная, может быть красивый, может быть депрессивный в том числе. А Уфа такая, какая ты ее сделаешь для себя, вот. Если ты ее не сделаешь, то она тебя сделает сама. Да уж. Звучит жестко. Как будто татуировка, должна быть татуха где-то над сердцем. Уфа all day вообще-то, не, я город свой очень люблю, просто есть определенный потолок, который у Уфы есть, и мне в нем тесно. Философское заключение. На самом деле, очень клевый диалог получился, как будто хочется его переслушать потом, но сейчас... Спасибо тебе большое, что ты, несмотря на свой состач и десятилетие Долбнантис, нашелся силы помехать. Да, обычно мне дозвониться даже нельзя в такой день. Блин, мы ценим большую часть для нас. Спасибо, что позвали. Удачи, кстати, удачи вам с вашим подкастом, дерзайте. И тебе удачи, бро. Хорошее начало. Покоряйся. Всем пока. До встречи. Всем пока. До встречи.